всех приветствую на канале жизнь в кубе мы выехали за город и решили поймать что нибудь из местной фауны для того чтобы можно было содержать террариум и вот у нас есть не специалист конечно у нас есть вот такая неопознанная жужелица сантиметра 2 наверное в длину сейчас мы попробуем и переселить террариум вернее в контейнер изобразить террариум и попробуем посмотреть понаблюдать за ней в условиях контейнера есть у нас вот такой контейнер небольшой я думаю вполне будет самый раз ей кстати в нем я раньше держал не помню то ли пауков то ли кого остались еще отверстия от вентиляции это даже хорошо не надо будет ничего придумать портить коробки сюда на чем сейчас на суд насыпем какого-нибудь субстрата земли обычной самой как-то задекорируем мхом кусок кусками каких-нибудь древесины какой-нибудь листья какие-нибудь вот изобразим такую естественную поверхность ну и соответственно будет мне убежище под этой каким-то обломка может быть обломок кирпича какой-то пойдем сейчас поищем что-нибудь так так вот у нас есть пенопластовый круг поднимаемые нашли соответственно чтобы создать более привычные условия мы оттуда и возьмем час грунт субстрат может быть час еще и там один будет сидеть кто и узнает их убежал один в норку вот сюда сейчас мы его попробуем оттуда вместе с грунтом рис какая-то мелочь там носится еще выпрыгнет посреди ночи слушай нам чуть тут грунт много понадобится наверно надо пожалуй не отсюда выбрать какой-то он сырой с камнями надо сейчас тут будет его утрамбовать чтоб он рыл там норы или нору поэтому конечно чтобы он там вырыл что-то надо какую-то какой слой это тут ему класть я песком сверху засыпем я думаю нормально будет может в огороде купим рыхлый рыхлый субстрат поэтому будете сообщать тема сверху запечатаем все это и прям еще рукой утрамбуем пусть он тут роется надо ставить вентиляция вентиляции были там его родная здесь песок муравей какую-то бегать бик 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 вот туда так сейчас пойдем каких-нибудь сверху накидаем чем тут какие-то старые кирпичи есть такую хреновину положим о плоский тема вообще так нашел вот такой вот мошарник или как назвать такой прям можно сказать террариум на улице под открытым небом сейчас мы вот это вот плешь что у него и снимем скальп как тут его отодрать то вот такую херовину мы положим туда так сейчас мы чуть его увлажним этот мох но еще и посадим на ночь посмотрим что он нам тут сделает норы какие-нибудь или нет вот если будет будет какие какой-то эффект мы туда завтра мы дадим пожрать что-нибудь так я все-таки предлагаю задать ему какое-то направление норки как-то делать такое углубление вот и вот так вот и пусть он там в этом углублении копает мог я намочил принципе тут после дождя еще грунт влажный так вот такой у нас получился деревенский террариум сейчас мы его усаживаем надеюсь он нас не укусит и не убежит что что скажешь что скажешь как тебе новоселье сказать что он шокит наверно ничего не сказать все спрятался не знаем его сегодня еще увидим нет мне кажется нет ну что ж давайте посмотрим попозже включим если полугу увидим выползет так давайте посмотрим что он уже зарылась он бегает активно вот какой вот и все и будет рынке все таки решил вернуть мог так ну ладно оставим его до завтра поставим сюда под лавочку чтобы вот дождем не не залило не будем закрывать ничем вот я надеюсь он не сбежит вроде так по пластику не бегает и посмотрим завтра так не прошла ночь вот что мы видим что вот здесь характерная такая насыпь вот он видимо ночью выталкивал все это вытасил еще вот здесь вот у нас уголок что ли он здесь рыть пытался то ли что непонятно в общем я не знаю как его кормить тому же сон днем там будет сидеть как мы будем кормить не знаю давайте не знаем уж попробую поднять этот кирпич смотреть если там какая-то какие-то ходы или что аккуратно блин ну ничего такого конечно сверхъестественным нет но вот эту ткань и говорит о том что он тут копался конечно не знаю что еще у давать посмотрим мог попробуем поднять может быть он и пан под омхом сидит нет под омхом ничего нет не знаю нужен он или не нужен больше для нас нужен чем для него так мы еще прошла одна ночь мы видим что и тут насыпи стало еще больше но то есть какая-то работа тут ведется да но вместе с тем сейчас я вам покажу что я нашел сантиметрах в 30 от контейнера я нашел такие остатки раз да с здесь такие вот остатки жука и постольку поскольку я думаю что ну либо тут миллион и жуков либо этот выпался надо в общем проверить я думаю и вообще не вижу я пока перспектива никакое содержание вот этого в этой жужелицы так что я предлагаю сейчас немножко покопаться здесь так что он живой курилка это на 5 собирается свалить куда-то в общем я считаю что конечно хоть и рук такой фактурный хищный наверное интересно было бы публика наблюдать за охотой но в условиях контейнера вот это вот кормить нору и опять же надо кормить чем-то таким что не будет на на зарываться будет бегать по поверхности так я понимаю в общем давайте-ка закончим на дом наш эксперимент и что мы его выпустим пусть он дальше ловит насекомых каких-то может быть даже вредных для огорода вот и попробуем еще что-то найти для наших экспериментальных террористических изысканий вот это какой принципе активный жук-то инфинирует не будет зарываться но вы были на канале жизнь в кубик подписывайтесь ставим лайк обязательно пишем комментарии кто что думает по поводу членистоногих отечественной фауны пока пока